Приветствую вас. Я бы хотел ответить вам с точки зрения психологии, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Значит, ну давайте мы с вами, наверное, попробуем по порядку, да. Когда вы пишите, мне нужна помощь психиатра. Почему именно психиатра вам нужна? Почему именно помощь психиатра, ну, почему именно помощь психиатра вы хотите получить? Почему не психолога, не психотерапевта, например, да, почему именно? Именно вот столько психиатра вам нужна. Это первое. Второе, вы пишите о том, что вас могут, вы боитесь, что вас могут поставить на учёт. Вы, наверное, не следите за новостями в области, скажем так, науки, в области психотерапии, потому что никто на учёт вас без вашего согласия не даст стать. Раз. Во-вторых, для этого нужно, как бы, существенное обоснование. Два. В-третьих, всё можно проводить анонимно. Вот. Так, что никто никогда не узнает о том, что вообще с вами происходит, да, что произошло и так далее. Вот. Это такой момент. Вот. Вы пишите, что боитесь, боитесь, да? Вопрос у меня к вам возник. А, чего именно вы боитесь? Вот, чего конкретно вы боитесь? Ну, давайте, будем разбираться. Чего именно вы боитесь? Вы боитесь, что вас, ну, поместят в лечебнюю лечебницу какую-то? Нет, этого не будет, не поместят вас в лечебницу. Ни в какую. Ну, без вашего согласия на то совершенно нет. Только если вы не представляете, только если вы представляете какую-то опасность для человека и так далее. Ну, для окружающих я имею в виду. В остальных случаях нет. Никто не поставит вас на учет. Вот почему вы этого боитесь, это очень важный момент. На мой взгляд, на мой взгляд. Дальше. Вы пишите, у меня с детства была тяжелая жизнь, я все лечко к сердцу воспринимаю. Это механизм, значит, проекции и переноса у вас работы. То есть, это два таких механизма. По сути, все они скрывают только одно. Но это то, что вы обесцениваете свои собственные чувства, что вы склонны считать свои чувства вообще, говоря, там, чем-то пустым. Вот, с чем-то ни к чёмным, ненужным, и вы, по сути, вы привыкли их, свои чувства занижать. Вот. По сути. Я понимаю, что вам это, скорее всего, неприятно, но, тем не менее, это вот, по-видимому, это, по-видимому, именно в этом заключается одна из основных ваших проблем. Ну, именно вот, одна из основных проблем загружается в этом. Потому что, механизмы защиты у вас соответствующие, ну, как-бы, похожие механизмы защиты. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. На мой взгляд. Дальше. Идём. А, мнительно. Ну, мнительность, это, стревожность. Стревожность, соответственно, развлекается не на пустом месте, стревожность не развлекает, как правило, из-за того, что человек, опять же, опять же, принижает себя, вот. Обесценивает себя, ну, склонен, склонен себя обесценивать, вот. Склонен подавлять свои чувства и так далее. Да. То есть, этот вопрос, он, вот, в том числе и к вам, да. По поводу чего у вас вообще, вообще, говоря, появилась мнительность, да. Что за ней стоит, за, ну, за мнительность, вот. И что вы, что вы в себе, ну, склонны подавлять? Какие чувства вы склонны в себе подавлять? Какие чувства вы склонны в себе запрещать? Дальше, так, у меня уже была депрессия. Так, ну, знаете, депрессия, это не та история, которая может, знаете, начаться, потом завершиться, потом опять начаться, потом опять завершиться. Так, это работает не так. Это работает не так. Это работает все-таки по-другому. В первую очередь, это работает именно таким образом, что депрессия – это заболевание. вот, то есть, если оно, как бы, возникает, да, то оно уже само по себе не проходит, не может, не может само по себе пройти, в принципе. Вот, надеюсь, этот момент вы как-то для себя, ну, учтете. То есть, диагнозы себе ставить – это не лучшее понятие. Я вам честно, я вам честно скажу. Дальше, так, она прошла, я больше не вернулся к прошлой жизни. И ощущениям к жизни была она долго, особенно осенью. Не бывает депрессия, наверное, на ботанике, конечно, бывает, но при депрессии, черт от вторых, нужен диагноз. Сейчас мне 27 лет, 3 года дочке, я много нервничаю, из-за чего то одно, то другое. Я потерял братьев, ну, вам нужно помочь пережить эту травму, потому что это травма. А ребенок от кого? Где отец ребенка? Как отношения складываются с отцом ребенка? Вот, много, много печатать, то есть, вот, вы понимаете, да, сами печатать много, нужно, как бы, общаться с кого. Самая операция была, потом скандаловала, думала, все, один бегостильный, начался трехлог, опять, я пропал интерес к жизни. В голове такое, все, будто все умрут, вот, грязный, так, как будто непрочный, вообще негатив один. А вы описываете здесь механизм, эээ, ну, как бы, на механизм навязчивости, судя по всему, определенный навязчивости, а там, что, что плохо, что, ну, что негатив везде, как вы говорите. Вот, вы описываете механизм навязчивости, ну, на мой взгляд. И, я бы, на самом, на самом деле, ээээ, сказал, что механизм навязчивости, ну, вот именно здесь, именно здесь механизм навязчивый, а это ваше желание, то есть вот как то, что вот вы пишете, что все могут умреть, вот это вот у вас есть такое, как будто бы желание, чтобы умерло. Поэтому это все механизм навязчивости, вот, хотите вы этого не случайно, вот, хочется вам этого, ну то есть вот вы думаете о том, чтобы все умерли, не просто так, а именно по той простой причине, что вы чувствуете, как вас это подавляет, вы чувствуете, как вас это вынижает, вы чувствуете как, ну, вы чувствуете свою несвободу, вы чувствуете, что вы, ну к примеру, к примеру, что вы сами себе не принадлежите, вот, в этом все чувствуете, в этом все ощущаете и от силы вам возникают мысли отметки близких о том что непрочное все но когда ты непрочное все возникает потому что вот этот чувство непрочное все возникает потому что вы эм ну не полагаетесь на себя то есть у вас нет такого вот что вы на себя опираетесь ну в своих каких-то суждениях в своих позициях, в своих действиях, вот такое ощущение что именно на себя вы не опираетесь отсюда и ощущение все непрочное а вот ну и плюс для жестования раздражительная машина ну это все о том же раньше выхожу на улице настроение хорошее сейчас выхожу ничего не хочется из-за чего из-за этого начинаю пить я бы сказал что не улица должна как бы улучшать ваше настроение, люльца. Настроение в вас, то есть это вот именно вас находит внутри вас, ну вот настроение внутри вас, понимаете, какая штука. Если у вас настроение раньше было хорошее, то ну вероятно только по той простой причине, что это вас как-то отвлекало от проблем. Но сейчас, на данный момент, проблемы настолько вот они стали серьезными для вас, да, крупными для вас, что улицы уже не спасают. Отвлекаться, да, от проблем уже не вариант. Вот. И это нормально. Это нормально. То, что вы пьете, как вы говорите, ну это очень тревожный момент, это очень тревожный знак, потому что это свидетельствует о том, что, ну что проблемы решать свои вы не хотите. Вы не торопитесь решать свои проблемы, вы не хотите их решать. Что главное, опять же, хочется как бы просто куда-то вот убежать, да, сбежать хочется и все. А не решать. А не решать проблемы. Вот. Ну ведь, как вы, наверное, понимаете, да, то, что, как о проблеме не беги, а они как бы все равно будут. То есть, это же ваши проблемы, собственно говоря. Ну вот. Тут, опять же, ваша, ну, скажем так, жизненная позиция. Вот. То есть, тут, опять же, именно ваша жизненная позиция. То есть, как вы относитесь к себе? На мой взгляд, пока что вы себя принижаете. К сожалению. Дальше. Так. Значит, была у невролога, мне выписывали таблетку. Что мне посоветовать делать? Значит. Ну, смотрите. Вот что вам можно посоветовать делать? Да. Что вам можно посоветовать делать? Я бы посоветовал вам, даже не советовать, такая, знаете, рекомендация вам. Я бы, я бы порекомендовал бы вам, начало просто рассказать. Рассказать. Рассказать до начала о себе вообще все. Просто просто вот поделиться. Всем, что у вас вот. Ну, накапливать. Поделиться, выплеснуть все вот это, да. Вот. И, соответственно, вам было бы легче. Тогда. Легче было бы. А, с этим что-то делать. Там же было бы видно. Так что выбирайте себе эксперта, выбирайте себе психолога. Вот. Которому доверитесь. К примеру. И, соответственно, будем вместе работать. Будем вместе, вместе исследовать. Будем вместе вырабатывать стратегию того, что нужно делать вам. Ну, что можно делать, что нужно делать. Ну, в вашей ситуации, скажем так. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.